ЧП ДТП, убийство пенсионеров, смертельная авария и пожары. Бурятские бойцы вернулись из плена. Соты и Сосновый Бор, Подмосковье. Коммунальные аварии на новогодних праздниках. Мы плывем и плывем. Бурятие-село топит наледными водами. Улан-Удэ против Иркутска. Финал Кубка города по мини-футболу. Советы тут один, в принципе, от перевыпил, ничего не помогает. Просто лежать, смотреть телевизор. А если на работу надо ходить? Блин, ну через силу только так. Рассол зашел. Как улан-Удэнцы встретили 2024-й в свежем выпуске «Улан-Удэ-Лайф». Здравствуйте, в эфире новости на АТВ. С вами Дарья Белева. Я и мои коллеги расскажем о самых громких событиях Бурятии к этому часу. Начнем выпуск с происшествий. Накануне полуторагодовалый ребенок выпил средства для очистки кухонной плиты. Бытовая химия сожгла малышу рот, пищевод и желудок. Помимо ожогов – острое отравление щелочью. Ребенок поступил в ДРКБ в тяжелом состоянии. За жизнь малыша боролись реаниматологи и анестезиологи. Сейчас его состояние стабилизировали. Однако ребенку потребуется длительное поэтапное лечение с дальнейшим хирургическим вмешательством. Отметим, ежегодно с ожогами пищеводов в ДРКБ поступают порядка шести детей. Не оставляйте малышей без присмотра и прячьте подальше любую бытовую химию. За первые дни Нового года в Бурятии произошло более 30 аварий. Поймали 105 пьяных водителей. Увы, но выходные запомнились не только хорошими событиями, но и происшествиями. Далее в сюжете расскажем коротко о некоторых из них. В Бурятии убили двух пенсионеров. Это произошло в Закаменске в их собственной квартире. РНТВ рассказали, тела 70-летнего мужчины и 69-летней женщины обнаружил их зять. Возбуждено уголовное дело. Смертельное ДТП случилось в Кабанском районе 5 января. Пикап столкнулся с грузовиком. 34-летний водитель внедорожника скончался на месте. ДТП в Бурятии заинтересовало главу Следственного комитета России. Утром 4 января в Баргузинском районе опрокинулся микроавтобус. В салоне на тот момент находились 12 человек, среди них трое детей. В результате пострадали три женщины и водитель авто. Следователи завели уголовное дело. Оказалось, за рулем был знакомый рейсового водителя. Последний не смог выйти на работу и самостоятельно нашел себе замену. Проверка продолжается. В новогоднюю ночь жертвой петарды стал маленький мальчик. Она взорвалась и прилетела ему в глаз. В ДРКБ ребенку сделали операцию. Сейчас его состояние стабильное. При необходимости мальчика направят в федеральный центр для дальнейшего лечения. Всего за новогодние праздники поступило 1216 обращений. Госпитализировали 99 детей. Праздничный салют чуть не стал причиной пожара. На балкон Кулан-Удэнсом прилетел фейерверк. Возгорание произошло на двух квадратных метрах. Никто не пострадал. Другой пожар случился в доме на улице Кабанская. Там загорелась искусственная елка. Пришлось эвакуировать около 20 человек. Обошлось также без пострадавших. В горах Бурятии пострадала женщина. Все случилось в ночь перед Рождеством в Акинском районе. Незарегистрированная группа туристов поднималась на Мунку-Сардык. Одна из участниц получила серьезную травму и не могла идти. Пока спасатели были в пути, девушки помогли ее товарищи. Утром они встретились с сотрудниками МЧС. Накануне ночью в Улан-Удэ сгорела квартира. Когда пожарные прибыли, огонь уже перешел на мансардный этаж и кровлю дома. Никто не пострадал. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание. 248 российских военных вернулись из украинского плена. Это один из самых крупных обменов военнопленными, 49-й по счету. Среди освободившихся трое жителей Бурятии. Один из них полтора года провел в СИЗО под Киевом. Спасибо президенту России! Спасибо, президенту! Спасибо, президенту! Спасибо, президенту! Спасибо! Спасибо! Это видео от 3 января. Борт с российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. Обмен состоялся после долгих переговоров и при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Но чтобы оказаться в итоговом списке на обмен, работы было проделано еще больше. Несколько раз мы видели его интервью в новостных сюжетах на украинском телевидении, но в список на обмен его не включали. Неоднократно приходилось обращаться Минобороны с просьбой включить в списки. В Минобороны отметили, всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Смотрите завтра в эфире сюжет об урядских военнопленных. К концу новогодних каникул не хватило тепла жителям Октябрьского района. Виной тому стала очередная коммунальная авария. Несколько жилых домов и соцобъектов почти на 7 часов остались без отопления. Сегодня там ситуация повторилась. Изношенные коммунальные сети города со скрипом входят в Новый год. Тему продолжит Алина Котова. Накануне без тепла остались пять жилых домов в 148 микрорайоне детсад Золушка, амбулатория, пожарная часть и моторостроительный завод. Сбой дала котельная на четвертом километре спиртзаводской трассы. Причиной отключения стал порыв на головном стволе. На месте аварии работала аварийная бригада. Проводились работы по перекрытию и опустошению аварийного участка. В результате выполненных работ в 19.14 параметры теплоносителя от котельной вышли на соответствие заданным. Сегодня аварийная ситуация повторилась. В 12.30 сотрудники обнаружили течь перемычки. На устранение потребовалось чуть больше часа. К двум часам дня котельная заработала в штатном режиме. Эти фото перед Новым годом сделали общественники Народного фронта в доме номер 3 в 113 микрорайоне. Лед на стенах, копель с потолка и всего 18 градусов тепла. Жители говорят, история повторяется из года в год. Сейчас в доме потеплело, однако в ситуации будет разбираться прокуратура. Дом обслуживает ТСЖ «Кедр». Товаришество уже получало предписание исправить недостаток. Регулярно морозится приходится и жителям Соснового Бора. Почти весь декабрь там не было отопления. Только после жалоб людей во всевозможные инстанции в военном городке открыли режим аварийной ситуации. Перед Новым годом стало в квартирах тепло. А до этого прямо было невыносимо находиться. Я с детьми жила в одной комнате. С нами обогреватель. Чтобы выйти из комнаты в коридор, чтобы запасть в туалет, это нужно было целый подвиг совершить. Было очень холодно в квартирах. За декабрь нам выставили счет за отопление по полной. Но надеемся, что в январе сделают перерасчет за декабрь. Но морозиться пришлось не только сибирякам. Ощутить прелесть периферийной жизни выпало и жителям Подмосковного Подольска. Они уже вторую неделю сидят без тепла и горячей воды. Еще 31 декабря в городе случилась коммунальная авария. Отопление лишились 170 домов. Это 150 тысяч человек. 6 января власти ввели режим ЧАЭС. Следственный комитет возбудил уголовные дела. Сегодня сотрудники задержали замглаву администрации городского округа и начальника котельной. Под угрозой замерзания также находятся соседний Климовск и Солнечногорск. Алина Котова, телекомпания АТВ. О других событиях расскажет Александр Зуев в нашей рубрике «Главное за день». Пенсионерка из Улан-Удэ отсудила 450 тысяч рублей у крупного застройщика. Женщина – собственник аварийного жилья на улице Цивилева. Деревянный барак подлежит сносу. На месте компания «Бест Плюс» должна построить многоэтажный дом. Как оказалось, не все собственники получили от фирмы выкупную стоимость жилья. Организация была обязана выплатить пенсионерке выкупную стоимость недвижимого имущества в апреле 2022 года. Однако денежные средства не выплачены заявителю в определенный срок. В целях защиты прав женщины прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании выкупной стоимости жилья и процентов за неисполнение денежных обязательств. Как сообщили в прокуратуре, выкупную стоимость жилья пострадавшей уже перечислили. Плюс суд обязал застройщика выплатить в качестве компенсации упомянутые ранее 450 тысяч рублей. В новогодние праздники в канализационной сети Улан-Удэ зафиксировали 63 сложных засора. Это в полтора раза больше, чем в обычные дни. Компанию недоеденному Оливье составили предметы, которые в здравом смысле невозможно смыть в унитаз. Горожане активно сбрасывают систему канализации все, что только можно, начиная от кухонных полотенец, заканчивая синтетическим одеялом и праздничной атрибутикой. Мишурой, сломанными елочными игрушками и даже битой посудой. На предотвращение аварии в праздники были задействованы более 160 специалистов ремонтной бригады водоканала. Автостопом по жилетной дороге решил добраться до дома Улан-Удэннис. Мужчина оказался непритязательным и выбрал место не в плацкартном и не в общем вагоне, а в вагоне с углем. Безработного задержали сотрудники полиции в Иркутской области. С его слов, это первый подобный опыт. Возможно, мужчина вдохновился американскими фильмами начала 20 века, когда работяги запрыгивали на грузовые поезда и в поисках заработка отправлялись в другие города. Мужчине грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Владимир Путин исполнил мечту 8-летней девочки из Сахалинской области. Кристина мечтала увидеть Байкал. У ребенка серьезное заболевание, слабый иммунитет. На ежегодной акции «Елка желаний» президент случайно выбрал трех счастливчиков, в числе которых она оказалась. Кристина Син, 8 лет, почитает, подбывает. А у себя Байкал. Кто занимается этим? Максим. Желание исполнилось. Кристине с родителями провели экскурсию по селу Листвянка, показали нерпинари и свозили в музей. Девочка осталась довольна. Байкал, привет! Я счастлива! Ура! Впереди короткая реклама. Не переключайтесь. После нее вы увидите. Если сейчас речку не прорубить, русло не дать ей, то мы утонем. Мы плывем и плывем. Бурятия и село топят наледными водами. Улан-Удэ против Иркутска. Финал Кубка города по мини-футболу. Советы тут один, в принципе, отперевыпил, ничего не помогает. Просто лежать, смотреть телевизор. А если на работу надо ходить? Блин, ну через силу только так. Рассол зашел. Как улан-Удэнцы встретили 2024-й в свежем выпуске Улан-Удэ-Лайф. Каждые пять секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Ваша оптика СССР. Продолжаем выпуск. Мы плывем и плывем. Жители села Старая Брянь в Заиграевском районе бьют тревогу. Их дворы, дороги и подсобные хозяйства топят наледными водами. Стихия уже подбирается к домам местных жителей. Подробности в следующем сюжете. Вот завтра уже корову не выгоним сюда. Все, огород затопило. Соседи тоже, вон, подходит вода. Дворы, огороды и дороги в селе Старая Брянь сейчас больше похожи на сплошной каток. Еще на прошлой неделе местные жители стали бить тревогу. Позже выход наледных вод объяснили резким понижением температуры. Вот нас два дома сильно топит. А дальше туда от нас, как вниз речка идет, тоже у людей уже к теновалам подходит вода. За 20-е число налить-то пошла уже. Надо было тогда уже тревогу бить. Все ключи проснулись, бьют. Такого не было у нас 20 лет, наверное. Мы плывем и плывем. Дальше река никак не проходит. Она здесь все к нам поднимается, поднимается. Если сейчас речку не прорубить, русло не дать ей, то мы утонем. Бороться с большой водой жители пытались своими силами, но не вышло. Потопление угрожает и другим селам. Сегодня налить вышло на трассе Шабур-Саган-Нур. Там сделали объездную дорогу. Что касается Старой Бряни, администрация района и ГОИЧС создали рабочую группу. На сегодняшний день проведена работа по перекрытию русел рек Шабурка и Кокетейка, которые находятся вверху по течению от села Старая Брянь. Таким образом мы добились того, что вода выше закипела и давление снизилось. Чтобы определить течение русла реки и отвезти наледные воды, вниз по течению проводится пропил льда. Мониторинг уровня воды продолжается. Дарья Белева, телекомпания АТВ. 25 маршрут вернется на улице Улан-Удэ. Первые два автобуса запустят уже завтра, 10 января. Правда, работать он будет по укороченной схеме. Стартовая точка осталась прежней. Улица Водопадная в микрорайоне Шишковка. А вот конечная остановка станет АЗС Роснефть на улице Гоголя в микрорайоне Батарейка. Такая схема увеличит оборотные рейсы. Не будет дублирования действующих маршрутов и большой нагрузки на улично-дорожную сеть. Обслуживать его будут МУП «Городские маршруты». Расписание схемы движения вы видите на экране. К новостям спорта. В праздники в столице Бурятии отгремел международный турнир по мини-футболу Кубок города Улан-Удэ. 20 сильнейших команд из четырех стран на протяжении пяти дней выясняли, кто лучше. В финале и полуфинале встретились команды из Улан-Удэ и Иркутска. Подробности у Антона Симонова. Финалы. Историческое противостояние Улан-Удэ и Иркутска. В игре за третье место сошлись команды «Сервика» и «Байкал Автотрак». В каждом матче много голов. Борьба в каждом матче. Без разницы, за какое место. Хороший матч, боевая игра. 1-0 пока по счету. Ничего страшного. Еще впереди много времени. Гравная игра. Так что все второй тайм покажется. Хороший настрой, что выиграть. Третье место игру выиграть. Порадовать болезнь великий супер. Народа пришло. Болеют за нас. Поддерживают. Так что будем там победу играть. Практически весь второй тайм прошел у ворот «Сервика». «Байкал Автотрак» ушли в нападение. Вратаря поменяли на пятого игрока в поле. Однако порадовать болельщиков не удалось. Итог 1-0. Не хватило элементарного забитых голов. Хотелось, конечно, в тройку попасть. Но, к сожалению, быстрый гол пропустили с пенальти. Хоть наша команда и не смогла взять третье место, но переживать не стоит. Противостояние Улан-Удэ и Иркутска продолжается. В финальном матче встретились команды Улан-Удэ и Сити и Ирайро. Матч начался не в пользу нашей команды. Первый тайм закончился со счетом 2-1. Нам очень нравится, очень здорово, что в городе и в республике проводится популяризация спорта, массового спорта. Ну и наши дети играют, пришли тоже болеть. Второй тайм для Улан-Удэ и Сити прошел более удачно. Команда не только отыгралась, но и оформила еще три гола в ворота оппонентов. Впечатления только самые положительные. Взорвал в себе голос. Мы сами все видели, какая игра была. Сначала проигрывали. Парни сегодня отдали полностью себя. Ссягивали ноги, но парни сделали красиво. Итог встреч такой. Третье место заняла команда из Иркутска – Сервика. Серебро также за иркутянами – Ирайро. Победителем же турнира стал наш клуб Улан-Удэ Сити. Спустя 6 лет они вернули переходящий кубок на родину. Примечательно, лучшим бомбардиром турнира стал Александр Давыдов из Байкал Автотрак. Он же забрал себе золотой мяч. Лучшим вратарем признали Сергея Викулова из Улан-Удэ Сити. Отличился он не только как хороший голкипер, но и как автор двух голов в финальном матче. Если вы не смогли посетить финальные матчи турнира, не расстраивайтесь. Трансляцию игр вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. QR-код на экране. Возрастное ограничение 0+. Антон Симонов, Александр Семенов, телекомпания АТВ. Новогодние каникулы пролетели незаметно. Найти счастливые лица после праздников оказалось не так просто. Усталость от отдыха, лишние килограммы и пустой кошелек. В свой первый рабочий день Алтана Мункуева искала советы у горожан, как найти ресурсное состояние. Смотрите свежий и первый в этом году выпуск Улан-Удэ Лайф. Вот что-что, но на улице очень холодно. Ау-гу, мерзнут. Всем привет, ну что с первым рабочим днем в новом году? Это касается, конечно, тех, кто отдыхал в январске. Сегодня мы узнаем, насколько поправились улан-удэнцы, опустили ли у них кошельки и как восстановиться после праздников. Как ваше настроение? Ой, замерзла. Как восстановиться после праздника? Вот как войти в рабочий режим? Ну, не пьем же, у нас все хорошо. Я не отстану, пока вы не ответите. А, вы в наушниках музыку слушаете. Думала, ударит меня. Вы себя как поднимаете с утра? Вот сегодня как подняли? Еле-ка. С Новым годом! Вы откуда или куда? Мы и аппаратура замерзли, поэтому будем снимать в торговом центре. Что делали 8 дней 2024 года? Ничего, только приехал. Откуда? С Якутска. Якутска. Вы Якут? Единственный праздник в году. Я всегда говорю жене своей, что единственный праздник в году. Ваш день рождения? Да, мой день рождения. Все. В Якутии какое главное блюдо на новогоднем столе? Главное блюдо? Не знаю. Я сам. Не, погодите, кто Якутска? Я или вы? Я не переедаю. Вот это вы молодец. А вот я, да, например. 3 килограмма, между прочим, за неделю. Я не знаю, что с этим делать. Я сам все съем, что угодно. Номер оставь, я тебя к своей матери буду отправляться. Только сегодня действует акция. Позовите меня, я помогу вам застолье, съесть новогодние салатики. Все, что не съем, заберу с собой. Записывайте номер. Реально телефон купил новый? Да. Слышка, дорогой? Потому что да, я могу лишнего выпить, наверное, но чтобы переесть. Вот у нас буза, а у вас что-то подобное есть? Буза как-то, да? У нас... Легче перевыпить или переесть? Переесть. На самом деле. Как это? Не, вы точно Якутска? Совет-то тут один, в принципе, отперевыпил, ничего не помогает. Просто лежать, смотреть телевизор. А если на работу надо ходить? Блин, ну через силу только так. Ну, я вот говорю, хотя мне говорят, там, рассол помогает, еще ничего не помогает вообще. Ваш компаньон на час? 120. 120 тысяч рублей на телефон. Ты, мой хороший, как ты на него заработал? Ты спаси, поделись секретом, пожалуйста. Работаю супервайзером. Если переел, тоже лежать, наверное. Не, ну чтобы это все переварилось. Ты перележал? Ну, перележал уже, надо подниматься. Так ты здесь всегда, да, сидишь? Если что, я подойду потом к тебе? Ага, все, давай. Я сам учитель физкультуры просто, да? Да. И я по этому. А мой секрет восстановления – позитивно мыслить, обуздать аппетит и ставить легкие цели, достигать их и от этого получать удовольствие. А вот кому-то из вас и пригодится. На этом у меня все. С вами были Алтана Мунхуева, Александр Семенов, телекомпания АТВ. Чао! На этом сегодня все. Больше интересных новостей вы найдете в соцсетях АТВ. На экране QR-код для перехода в наш телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь. С вами была Дарья Белева. Хорошего начала недели и до встречи в эфире. В Улан-Удэ Стальмоз требуется электросварщик, термист, резьбонарезчик, слесарь-электрик по ремонту оборудования, токарь, машинист мостового крана, станочник широкого профиля, наладчик оборудования, слесарь-ремонтник, мастер цеха, машинист компрессорных установок, инженер-конструктор, технолог, менеджер коммерческого отдела, юрист. Телефон 505-505, добавочный 105, а также 8-991-426-87-19. Стань частью нашей команды. Продолжение следует...